Монастырь основан преподобным Саввой, который был учеником преподобного Сергия Радонежского. И при царе Алексея Михайловича монастырь был лаврой и приравнивался к Троице-Сергиеву монастырю. Территория монастыря достаточно небольшая. Главная такая парадная стена очень аккуратная, идеально покрашенная. Ворота, которые, я так понимаю, должны быть главные, были закрыты для входа. Можно было зайти только сзади, так скажем, с заднего двора. Ходить там достаточно удобно. Стена, которая не парадная сзади, в более таком обветшалом состоянии. Контерфорсы стоят, чтобы стена не упала. Лавочки сделаны специально для этого монастыря. На них указан год основания этого монастыря. Установлен памятник преподобному Савве. Очень многие постройки, башни в очень хорошем отреставрированном состоянии. Это казначейский корпус. До него, видимо, руки не дошли пока. Так называемая Красная башня. И рядом стоит просто потрясающей красоты. Троицкая церковь. Здесь вид сзади. Территория монастыря небольшая, но застройка очень плотная. Часовня-беседка считается частью храма. Здание желтого цвета. Это Казанская трапезная церковь. Далее одноэтажные красного цвета. Это Царицыной палаты. Дворец. Дворец. Он же палаты царя Алексея Михайловича. И древнейший храм-собор Рождества Пресвятой Богородицы. Внутри церкви находится рака со святыми мощами преподобного Саввы. Царицыной палаты были построены для царицы супруги царя Алексея Михайловича. Сейчас там музеи. У этих палат очень красивые крылечки. Можно спуститься по ступенькам под Троицкой церковью. и увидеть остатки росписи старинных фресок. И здесь выход к обратной стороне Красной Башни, те самые зеленые ворота, которые были закрыты. В монастыре отчетливо ощущается дух старины и дух святости. Крылечки во дворце Алексея Михайловича в стиле русских. Русского зодчества. Это житная башня. Большой братский корпус. Там кельи, братья и обители. Общий вид на звонницу, Троицкую церковь, Преображенскую церковь. Фундамент надвратной церкви Сергия Радонежского. Практически все запорошено снегом. Провианская башня действующая. И для посетителей там очень большой выбор монастырской выпечки. Провианская башня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова